Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана, и сегодня мы с вами поговорим о том, как часто нужно вино снимать с осадка. И о некоторых мифах, связанных вот с этим самым снятием. Очень частое мнение, что вино надо снимать вообще с осадка часто, иначе оно испортится. Кто-то там говорит, каждую неделю, кто-то каждые две, кто на что гораст. Напоминает, угадай мелодию. И также я встречала мнение, что вот именно частое снятие вина с осадка поможет вино осветлиться. Вот сегодня мы с вами это и разберем. Вообще, что собой представляет винный осадок? Первое, это различные мелкие частички винограда. Особенно, если мы сначала сбраживали на мезге, потом с этой мезги сняли. В зависимости от того, каким способом мы это делали, у нас будет зависеть и то, какой осадок у нас будет. То есть это могут быть различные. Где-то шкурки попадаются, где-то мякоть. Вот эти вот штуки плюс дрожжи. Они тоже оседают на дно. Существует такое мнение, что в осадке только мертвые дрожжи. Нет, дорогие друзья, это миф. Конечно, мертвые дрожжи там тоже есть, но там много и живых дрожжей. Как правило, мы снимаем вино с осадка, когда закончилось брожение. Почему плохо снимать раньше? Потому что в осадке, напомню, живые дрожжи в том числе, в осадке много питательных веществ. И то мнение, что ой, там мертвые дрожжи, они завоняются. Друзья мои, мертвые дрожжи являются питанием для живых дрожжей. Происходит автолиз дрожжевых клеток. Восвобождаются питательные вещества, которые другие дрожжи поедают. Кто считает, что это миф, дорогие друзья, изучайте литературу. Ее сейчас предостаточно в свободном доступе, к качественной профессиональной литературе. Так вот, если мы снимаем с осадка, то мы лишаем наших дрожжей части питания. Поэтому оптимально снимать тогда, когда брожение закончилось. Но у нас есть исключения. Вот это вот частое снятие, то есть, наверное, когда-то кто-то это делал для определенных целей. Но потом люди стали это тиражировать, абсолютно не понимая смысла. Так вот, частое снятие с осадкой действительно практикуется для определенных технологий. Есть такая технология производства игристых вин из мускатного винограда, итальянской технологии, астис помонте. Так вот, там сусла все время оклеивают и все время снимается с осадка. Как раз таки для того, чтобы максимально уменьшить количество питательных веществ. И в конце концов, дрожжикам не будет чего кушать, и брожение остановится. И будут остаточные сахара. То есть, если мы изготавливаем игристые из мускатных сортов, да, мы можем применить эту технологию и можем снимать с осадкой часто. Но, если мы делаем обычное, стандартное красное вино, то нам вот эти частые снятия, ну, вообще абсолютно не нужны. Но, если у нас брожение по каким-то причинам идет слишком бурное, вот мы с мисги сняли, под затвор поставили, а у нас там все прет через верх, это не очень хорошо. Но, слишком бурное брожение, оно выносит и немножко спиртовую составляющую, и ароматическую составляющую, то есть брожение. Конечно, бурная стадия, она должна идти бурно, но все же в разумных пределах. То есть, чтобы затвор стрелял как автомат, перчатка слетала, а еще пена перла через верх, это не очень хорошо. И вот в таком случае тоже имеет смысл снять вино с осадка. То есть, немножко уменьшить количество питательных веществ, немножко уменьшить количество дрожжей, потому что, напомню, в осадке живые дрожжи тоже есть. И таким образом, чуть-чуть процесс замедлить. То есть, снимать с осадка можно, и до окончания брожения можно снимать в любой момент времени, если мы понимаем, для чего мы это делаем. А делаем мы это вот для замедления брожения. Бывают вопросы, что не очень аккуратно, ну это причина, да, не очень аккуратно сняли сусло с мезги, и поэтому, там чуть ли не полбутыли осадка. Можно ли снимать с такого осадка раньше? Да, можно. Ну, вообще, было бы хорошо, конечно, процедить немножко, потому что там грубые частички. Вот эти мякоти, шкурки, они и создают этот осадок. И если мы снимем классическим методом, через трубочку, ну у нас полбутылки, бутыли, останется осадка, жалко, да, все-таки там много жидкости. То есть можно попробовать через какие-то фильтровальные ткани это несколько отжать и ужать осадок, вытянуть из него больше жидкости. То есть таких осадков, да, можно снимать в принципе в любое время. И лучше снять, пока еще у нас брожение довольно бурное, потому что потом, когда брожение замедляется, вот как раз-таки мы с осадка сняли, и оно у нас остановилось. Это одно время просто был вот частый вопрос, я снял с осадка, брожение остановилось. Ну, все логично, вы уменьшили количество питательных веществ, вы уменьшили количество дрожжей, у нас уже медленная стадия брожения, когда и так процесс замедляется. Ну, все логично. Возможно, потом брожение восстановится, когда дрожжи там немножко еще доразможатся, еще где-нибудь по сусекам пометут, по амбарам поскребут, найдут себе питательные вещества, потому что дрожжи едят не только сахар. Им для того, чтобы съесть сахар, нужно еще витаминки, нужно еще другие вещества, поэтому они в этом нуждаются, они не только сахар едят. И, конечно, снятие вина с осадков не должно привязываться к какому-то конкретному времени, через месяц, через два, через три. Мы должны снимать с осадка тогда, когда есть необходимость. Первое, я вам сказала, брожение слишком бурное. Второе, осадок слишком большой, тоже можно снять, не надо, чтобы там это все было. Третье, брожение закончилось, все снимаем с осадка, все нормально. Потом, снимая через каждую неделю, в этом совершенно нет никакой необходимости. Я вам сейчас покажу несколько примеров осадков. Один из примеров, это сусло у меня бродит где-то месяц, еще активно бродит. Скажите, с чего тут снимать? Вот этот тоненький дрожжевой осадок, зачем мне с него сейчас снимать? Через два месяца он может быть абсолютно таким же, сильно он не прибавится. Поэтому смысл. Ну, просто делать какие-то, скажем так, лишние телодвижения. Вот, смотрите, я поднимусь, сверху покажу. Это пена дрожжевая, все нормально. И вот, булькает затворчик. Вообще, она на холоде стояла, на холоде медленно бродит. Я сейчас в тепло перенесла, брожение усилилось. А так она у меня медленно бродит в прохладной температуре. А вот второй интереснейший пример. Смотрите, сусло это еще бродит. Вот, в принципе, она уже в довольно медленной стадии. Ну, пенка у него немножко есть. Даже это вот отсвечивает. Чуть-чуть. Пытаюсь подсветить вот по краешку. По краешку, видите, подсвечиваю фонариком. Сейчас я его поставлю. Чуть-чуть пузырьки по краешку идут. А так практически уже брожение и не видно. Развернула к вам термометром 20 градусов. Кстати, немножко, наверное, еще спиртовой идет в медленных стадиях. Все-таки пузыречки чуть-чуть по краешку есть. И видите, что здесь? Ну, во-первых, осадок, да? Осадка тут тоже совсем немножко. Но что у нас на стеночках? Винный камень выпал. Первый раз вижу такие чудеса, чтобы вот так вот выпадал винный камень при температуре 20 градусов, да? И еще на стадии брожения. Ну, век живи, век учись. Вот то у меня было в прошлом сезоне, когда вообще вину простояло с осени до середины лета, и винный камень не выпал абсолютно никакой. Да, а здесь, видите, наоборот. Но, опять же, с чего тут сильно снимать? Конечно, снять можно уже. Но, с другой стороны, показал, брожение еще идет. Пусть закончится, затвора выровнят. Тогда я с этого осадка сниму. Никакого криминала в нем нет. И то, что винный камень вот так образовался, конечно, винный камень, он вообще выпадает при прохладных температурах. При тепле он может назад немножко растворяться. Ну, как видите, если он при 20 градусах выпал, то уже назад он не растворится. При перемещении в прохладной температуре, да, его может еще немножко выпасть. И, в принципе, смотрите, то, что он на стеночках есть, вот эти кристаллики, они будут способствовать выпадению в дальнейшем этого же винного камня. Потому что кристаллики притягивают. Сегодня у нас 20 июля 2022 года. А перед вами вино урожая 2021 года. Затворчик еще повернут. Оно еще дображивает. Раз из осадка. Оно было снято только один раз. Все, вот грубого осадка я его сняла. В эту бутыль залила. Затвор поставила. Было это осенью прошлого года. И вот в таком виде оно у меня и простояло до сего дня. И вот смотрите, практически дно бутыли. Плоховато может быть камера. Видно вот там вот только чуть-чуть осадочек. Всего лишь. Мы же вот так сделаем. Это то, что осталось в бутыле. То есть, фактически ничего. То есть, как видите, при определенной работе с ослами, даже через год, ну, не через год, чуть меньше, осадков практически нету. То есть, если мы аккуратно, правильно работаем, вот еще с момента снятия сусла с мезги, то выпадать там особо нечем. Поэтому работать с осадком нужно, ну, по мере необходимости. Первое, грубый осадок, я вам уже сказала. Второе, как правило, это винный камень. Либо, если мы вот в процессе, да, было много, мы с осадка этого толстого сняли. И потом у нас выпал, вот я вам показала, в небольшой бутыли, тоненький дрожжевой, на нем, кстати, можно поддержать. Есть даже специальные технологии, когда белые вины выдерживают на этих самых дрожжевых осадках для приобретения определенной ароматики. Шампанское по классической технологии выдерживают на дрожжевом осадке для появления специальной ароматики. Поэтому вот с тоненьким дрожжевым осадком можно даже специально работать. Ну, либо потом, когда брожение закончилось, когда она остановилась, с этого осадка снять. И следующее снятие у нас происходит, когда выпадает винный камень. Ну, и потом, после выпадения винного камня, да, возможно, там, где-нибудь ближе к лету, перед розжевым, что-то еще какая-то муть выпадет, и можно будет еще раз снять с осадка. В той же промышленности четыре раза. Это вот первое после брожения, потом винный камень, потом где-то вот в конце весны, и перед розжевым примерно осень. Вот за год четыре раза все. Больше необходимости нету. А бывает и меньше. Примеры я вам показала наглядные из моей практики. Ничего там специального я не делала. Как снимаем с осадков? Я уже, ну, во-первых, мне пока что нечего еще снимать. Да и, в принципе, во многих роликах я это показывала. Я думаю, что все умные люди знают, понимают. При помощи шлангов, вот есть вот такой шланг, я покупала на Алиэкспрессе, вроде, или, по-моему, продается в зоомагазинах, по вашим отзывам. С грубого осадка я снимаю вот этим шлангом. С мелкого, основную часть тоже этим, потому что здесь быстро течет. А потом вот уже остатки тоненькие. Вот такой вот шланжик, это капельница. Куплено в обычной аптеке и отрезано все лишнее. Очень удобно, очень аккуратненько можно снять. Ну, единственное, что долго. Да, в этом есть определенный минус. Еще, какие могут быть нюансы? Смотрите, если у нас, например, брожение остановилось, а у нас еще есть остаточная сахара, либо вы открыли вашу бутыль, вроде как там еще какие-то процессы идут, но почувствовали запах серы, запах тухлых яиц. В таком случае, вообще вот это снятие с осадка, оно называется переливка. Можно сделать и нужно открытую переливку, то есть из горла в горло. Но, дорогие друзья, я просто видела в одном из роликов, когда вот такое вот сусло с осадком, человек просто перелил вместе полностью с этим осадком. Так делать не надо. То есть да, мы делаем открытую переливку, переливаем из горла в горло, часть осадка у нас попадает в новую емкость, но часть все туда выливать не надо, мы просто аккуратненько сливаем. Либо, вот если запах тухлых яиц, мы можем снимать шлангом, но с максимальным разбрызгиванием новой емкости. Надо, чтобы сусло проветрилось, чтобы оно взяло воздуха, и вот этот запах сероводорода ушел. И точно так же, когда вот у нас брожение практически остановилось, или остановилось, вот такая вот открытая переливка, часть осадка мы захватываем, вот эти питательные вещества, сами дрожжики, те же дрожжи, они в воздухе тоже нуждаются, нуждаются в кислороде, особенно вот на последних стадиях. И они хлебнут этого кислородика, и начнут дальше работать. То есть в таком случае вот можно делать такую переливку, но только с красными суслами. С белыми есть нюанс. В принципе, даже иногда так. Люди ленятся через трубочку, это долго вот перельем через горло. С красными, повторюсь еще раз, все замечательно. А вот с белыми, неважно, делали мы их по белому способу или по красному, так делать не нужно, я сама несколько раз, скажем так, на этом накололась. Когда мы делаем вот такую переливку, некоторые вещества, которые были в осадочках, они взбалтываются, и они окисляются. И у нас вдруг хорошее сусло, уже такое довольно неплохо осветлившееся, светленькое, становится мутным и коричьим. Исправить его можно, но это долго и сложно. Поэтому вот с белыми все-таки снимайте их аккуратненько трубочкой. И старайтесь при снятии с осадка белых сусел шланг во вторую емкость опустить прямо на самое дно, чтобы вас не брызгало ваше сусло по всей новой бутыли, а постепенно-постепенно лилось, чтобы был как можно меньше контакт с воздухом. Для белых сусел это важно, для красных наоборот небольшая порция воздуха она будет хороша. Ну и для белых единственное, что если тоже у нас появился вот этот запах тухлых яиц, тоже делаем с разбрызгиванием. Ну что? Это говорит о том, что наше сусло нуждается в проветривании, чтобы вот эти запахи ушли. Кстати, дрожжевой, бражный запах, если есть, то тоже вот таким же образом можно сделать, можно сусло проветрить, и потом этот запах должен уйти. Что касается влияния частоты снятия с осадков на осветление. Ну и в принципе, да, смотрите, при переливках, даже если мы аккуратно переливаем шлангами, все равно есть контакт с кислородом. Небольшой контакт он нужен, и это хорошо, но слишком много, это плохо. Вот если вы работаете с высокоароматными суслами, я такое видела на своей практике. Приносишь бутыль на кухню, переливать запах по всей квартире. Просто аж слюнки текут. Настолько вот это все вкусно. Перелил, запах ушел. Вот серьезно, у меня было такое, что это? Что я сделала из хорошего ароматного сусла, у меня стало вот безвкусно. Оно восстановилось потом. Но если мы будем каждую неделю переливать, мы молодцы, мы все вот эти ароматические вещества, мы от них избавимся. Можем себе похлопать. Кроме того, контакт с воздухом. Да, некоторый контакт, я уже говорила, нужен, но часто нет. Конечно, ваше вино не превратится в уксус, потому что тоже кто-то боится, а если я открою, буквально там на секундочку все, мое вино скиснет. Нет, не скиснет, ничего с ним не станет. Но процессы окисления, да, они могут идти. И бесконечно вот эти вот переливки каждую неделю, каждых две недели. Ну, это абсолютно ненужное действие, которое вино только вредит. Вы его выветривайте. Если оно с сероводородом, да, и там с первого раза не помогло, ну, это имеет смысл. Но если с ним все нормально, оставьте его в покое. и касательно того, что это будет способствовать осветлению. Давайте поговорим о том, как вообще происходит осветление вина и вообще, что это такое. У нас вине это жидкость и множество мелких всяких частичек в взвесе. Да, вот они в толще жидкости павут, и поэтому наше вино мутное. это клеточки, которые вот остались от виноградной ягодки. Где-то частички шкурки, вот это вот все. У них есть определенный вес. Если у нас вино спокойно стоит, то частички постепенно, постепенно под своим весом оседают на дно. И вот бывает, что кто-то говорит, у меня в разных ямкостях вино по-разному осветляется. Смотрите, если у нас вот такая бутыль и вот такая, сколько здесь надо проделать частички, какой пусть, чтобы она упала на дно, и сколько здесь. То есть в маленьких ямкостях осветляется быстрее. Это обычный закон физики. Никакого там, никаких чудес нет. Так вот, представьте, что наши частички, они находятся где-нибудь в середине пути. И тут мы начинаем переливать даже через шланг. Они уже в середине пути, а мы взболтали. Мы молодцы. Они опять стоят, стоят, начинают опускаться. Мы опять перелили, опять их взболтали. Это способствует осветлению? Да ни в коем случае. Вы наоборот, каждый раз еще больше взболтываете и откладываете момент осветления. даже может быть не найду эти кадры. У меня как-то было сусло, вот прям видно было, как оно по фракциям разделяется. Кстати, если такое увидите, что у вас прям полосками в жидкости именно такая более прозрачная, одного цвета, потом бывает второго цвета, третьего цвета. это нормально. Вот частички падают и не надо их взбалтывать, не надо их лишнее тревожить. Переливкой вы никак не стимулируете осветление, а наоборот. Вот когда оно все осело или большая часть осела, да, мы аккуратненько перелили, вот эту самую муть на дне оставили. все этого более чем достаточно. Подводя итог, не делайте лишнюю работу, не мешайте машине ездить, оставьте ваше вино в покое. И когда вы предпринимаете любое действие, это касается не только снятия вина с осадка, но и многих других операций с вином, задайте себе вопрос, для чего я это делаю и что я получу в итоге. Если вы знаете ответ и ваше действие приведет к той цели, которую вы хотите достигнуть, да, это делайте. Но просто так лишние действия, они не нужны. Они бывают бесполезны, а в некоторых случаях приносят и вред. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, под видео нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. И до новых